Ивановские спасатели готовятся к крещению. В парке 1905 года сотрудники городского аварийно-спасательного отряда прорубили иордань. Впервые ее сделают в форме креста, так как это положено по церковным канонам. В этом году нас порадовала зима. Толщина льда около 40 сантиметров. Лед надежный, крепкий. Но я все равно хочу предупредить жителей города Иваново, чтобы массово на лед не выходили. Потому что когда на льду собирается в одном месте 100-200 человек, даже 40 сантиметров могут не выдержать. Спасатели еще не успели закончить все работы, а уже появились желающие окунуться. Владимир Санин говорит, что уже на протяжении 20 лет с удовольствием погружается в ледяную воду. И получает от этой процедуры только радость. Настоящая благодать приходит. Только она не сразу. Сейчас я, конечно, несколько дискомфорт чувствую, но уже, видите, краснею, то есть прилив. Это же древние занятия русских людей. Так что очень благотворно. Это гимнастика сосудов. Спасатели предостерегают, что далеко не всем стоит следовать обычаям и погружаться в морозную крещенскую ночь в воду. Рисковать не надо. Надо подумать и оценить состояние своего здоровья. Не рекомендуется купаться людям с сердечными заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы, простудными заболеваниями. Не надо водить детей. Надо рассчитывать собственные силы и не употреблять спиртным. Потому что это все-таки церковный праздник, а не гульбище народное. В ночь с 18 на 19 января в парке 1905 года будут дежурить не только спасатели. Приедет и скорая. Они далеко от купели, поставят палатку, где можно будет попить чай и согреться. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ, Иваново.